Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне 24 года и еще есть жена. В общении с девушками трудности нет. Скоро будет ребёнок. Есть постоянная работа с нормальной зарплатой. Я люблю старые песни от 60-х до нулевых. Одеваюсь нормально, пользуюсь брендами. В общении с людьми заметил, что чуть-чуть старыми шутками. И когда человек поддерживает мой юмор, я сразу поддаюсь воспоминаниям и начинаю рассказывать другие шутки того же периода времени. К современной музыке и окрашиванию волос в барне отношусь толерантно. С друзьями детства при встречах и посетил как продавец ностальгии, вспоминая, что было 10 лет назад и более с нами. Как мы развлекались и чувствую внутреннее удовольствие от воспоминаний. Любовь к старой музыке появилась лет 13-14. Просто нравились песни, несмотря на тогдашние тренды. Случал её в обществах с друзьями, в общем, своим музыкальным вкусом, не изменяя по сей день. Собственно, какой у вас вопрос, если это никак, к примеру, не влияет, допустим, на качество вашей жизни, то в чём проблема? Если вы считаете, что это влияет на качество вашей жизни, то в таком случае давайте разбираться, какое именно влияние оказывает на, собственно, вас. Точнее, где конкретно у вас снижается качество жизни. Из-за этого давайте обалкиваться будем от этого. Вот. В целом, я думаю, что, вот вы говорите в 13-14 лет, но, в общем-то, так называемый тренд на ретроспективу, он мной замещается в последние годы. Вот. Это, в частности, происходит по разным причинам. Вот. Вот. Но, во-первых, это дело вкуса. Это во-первых. Во-вторых, это дело внутреннего такого чувства свободы. То есть, понимаете, вы вспоминаете беззаботное время. Время, когда у вас не было воспринимаемых вами проблем. То есть, в сфере вашего восприятия проблем не было. Может быть, они где-то и были, но вы к ним не относились серьезно, вы не видели их, вы не чувствовали их. Соответственно, к чему человек становится взрослее, и если человек к себе, скажем так, относится невнимательно, да, вот, и не организовывает свою жизнь так, как хочется ему, а, например, делает то, что вынуждено, да, то, что требует от него его близкие и так далее, то вот это вот чувство, чувство, ну, свободы, чувство легкости, оно уходит. И человеку требуется вернуться в, ну, вот, в это состояние прикоснуться, можно сказать, к легкости. Прикоснуться к чувству свободы, например, вот, и это абсолютно, как мне кажется, нормальная история. То есть, в этом ничего такого нет. Это, с одной стороны, если мы, например, сделаем анализ того, как вы живете сейчас и посмотрим, вот, как бы, на ваше состояние, да, на ваше самочувствие, на то, как вы живете, на то, как организована ваша жизнь, я думаю, мы увидим ответ на этот вопрос. Насколько вы свободны. Но, помимо этого, во-первых, имеет место быть вкус, то есть вам просто по вкусовым предпочтениям может нравиться музыка и, соответственно, юмор определенного времени. Просто то, что вам кажется смешным. А если в тематике, если по вопросу вкуса все достаточно понятно, то вот в случае с юмором ситуация несколько иная. Дело в том, что то, что вам может казаться смешным, может быть запечатленным образом, импринтом, вот, почитайте об этом в интернете сами, я сейчас не хотел бы, наверное, об этом говорить подробно. Вот. Но, опять же, здесь зависит от того, чего вы хотите. То есть, если вы хотите какой-то другой юмор использовать, да, то, ну, как бы, ничего страшного в этом нет. Если вы хотите, да. Если вы хотите, то, если вы хотите, то, тем более, как бы, ощутить, ну, ощутить не нужно. Понимаете, да? Вот. Поэтому вот я бы все-таки хотел бы, чтобы вы ответили нам на вопрос. Вы нацелигируете. Сейчас это больше и больше приобретает элемент культуры. Это, в принципе, всегда было культурой. Связано это в том числе и с тем, что человек перестает на современные ему события реагировать эмоционально, а больше не обрабатывает это интеллектом. Так называемый скептизм. Вот. Скептицизм. Недоверие. Вот. Которое связано с несовместимостью того, что происходит, с тем опытом, который человек набрал. Да? Вот. Ну, то есть, к примеру, как это можно, вот. Какой можно привести пример? Вот. Если вы водите машину, если вы привыкли управлять рулем, да? То однажды к вам приходят и говорят. Теперь машина управляется, например, голосом. Или, например, движением ладони по экрану. Да? Допустим. Или там, не знаю, силой мысли. То есть, вы просто одеваете шлем и как бы мысленно управляете машиной. Она едет реально. И понимаете, как бы если вот опыт ваш прошлый, что вы вот ехали за рулем машины, был не просто опытом, но был связан с решением какой-то вашей проблемы, то вы будете за этот опыт держаться, а новому опыту будете сопротивляться. Потому что нерешённая проблема будет о себе давать знать. Эм... Здесь есть важный момент, что проблема, которую вы решали в прошлом опыте, не обязательно должна быть разрешена другим способом. То есть, то, что вы решили проблему таким образом, это хорошо. Вы нашли способ её решить, вы её решили, ничего страшного. Просто вам будет сложно принять новое. Вот и всё. И у каждого человека вот такое восприятие, оно может быть больше, меньше и с возрастом меняться. Я уверен, что вы относитесь довольно скептично к современной музыке, например, или к современному юмору. Для вас это или непонятно, и вы не хотите это понимать, или для вас это... Ну или вы обесцениваете это, то есть вы говорите, что это всё чушь, фигня полная и так далее, да? Ну вот. Или вам понятно, и вы не обесцениваете, но вам просто не смешно, вот не цепляют, да? Тут как бы уже в дело вступают механизмы юмора. Они довольно специфичны, об этом я тоже говорить сейчас, наверное, не буду. Ну вот, как-то так. Всего вам самого доброго, удачи, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!